ПОЛЬШЕЙ КАРИМОВ ПОЛЬШЕЙ КАРИМОВ После чего он выехал в соседний Кыргызстан, где проживал до 2010 года. Пока узбекские спецслужбы в сговоре со своими киргизскими коллегами незаконно не вывезли его и не поместили в один из следственных изоляторов Узбекистана. Через 7 месяцев заплатив крупную взятку, ему удалось выйти на свободу, а через месяц тоже за взятку смог получить паспорт и выехать из страны. Все это время он находился на территории Польши, где подал заявление на предоставление убежища. Являясь активным пользователем соцсетей, в частности Фейсбука, Каримов вел там видеоблог под ником Рустам Карим, где критиковал режим Ислама Каримова и нынешний режим Узбекистана. На данный момент Рустам Каримов помещен в один из миграционных лагерей в Польше, где не имеет свободу передвижения и, предположительно, по словам работников миграционной службы, его ожидает экстрадиция в Узбекистан. Рустам Каримов подвергался пыткам в Узбекистане. Есть свидетельства учреждения ООН, где зафиксировано это обстоятельство. С большой уверенностью можно сказать, что в Узбекистане его ожидают пытки и заключения под стражу на длительный срок. 15 января у здания польского посольства в Киеве был организован пикет в поддержку Каримова с требованиями к польским властям не выдавать его режим Узбекистана. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Польша выдала или грозится выдать беженцев режимом их страны происхождения. Как вы все знаете, я получил отказ в предоставлении убежища в Польше. Еще не решился вопрос о судьбе чеченского блогера Тумсо Абдорахманова, который также в ожидании экстрадиции в Россию, где его за резкую критику чеченских властей по сфабрикованному уголовному делу обвиняют в связи с организацией «Исламское государство». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...